Что еще хуже? Наш граф связи сейчас настолько большой, что он уже не помещается в память одной машины, поэтому нам нужно как-то резать на части, распределять на несколько машин. У нас есть идея о том, чтобы как-то предиктивно выбирать под множество тестов, которые мы хотим запустить, так чтобы они могли отработать, например, за час. Поэтому кто-то должен разработать решение первым. Мы бы хотели, чтобы это была наша компания. Привет! Это «Русский диджитал» — подкаст Дальневосточного Федерального Университета про учебу и работу в IT. Меня зовут Олег Денисов. Сегодня у нас в гостях Станислав Моисеев — руководитель R&D-центра в Т-Банке. Стас расскажет о R&D-центре, какие специалисты им нужны и как наука связана с бизнесом. Стас, привет! Расскажи, чем ты занимаешься? Добрый день! Спасибо за приглашение на подкаст. R&D-центр — это наше новое направление. Я сам пришел в компанию меньше полугода назад. Создаю некоторую лабораторию, так это можно назвать, по исследованиям и разработке. Наверное, расскажу немножко про себя, по образованию математик, по специальности программист. Ну, сейчас вот уже руководитель, инженерный менеджер. Всю жизнь занимался исследованиями, вначале в университете, аспирантуре, больше такими академическими исследованиями. Потом перешел в индустрию, где работал тоже в исследовательских проектах. Вначале как программист, потом тимлид и менеджер. Вот, а сейчас я в Тинькофф хочу создать и развить новое направление в нашей компании. Расскажи, как создавался R&D-центр. Ты сказал, что пришел в компанию около полугода назад. Получается, что ты стоишь у истоков создания центра? Да, по сути, так оно есть. Конечно, понимание того, что компания Тинькофф нужно более системно вкладываться в исследование, появилось еще до моего прихода. А моя роль уже состоит в том, чтобы реализовать это. С одной стороны, у нас сейчас ситуация, когда многие вендоры, иностранные особенно, уходят из страны. Некоторые решения, которые мы раньше использовали, больше нам недоступны. Их нужно заменять, либо разрабатывать свои решения, либо использовать open-source какие-то решения. С другой стороны, сейчас наша компания бурно растет, и мы надеемся, что количество клиентов увеличится еще в несколько раз в ближайшие годы. А когда компания растет, и клиентская база растет, то данные, с которыми нам приходится работать, тоже растут. Их нужно как-то обрабатывать. И так получается, что текущие технологии, которые у нас есть, не всегда справляются с теми объемами и масштабами, с которыми мы сейчас сталкиваемся. А если попытаться предсказать, что будет через 2-3 года, то кажется, что нам нужны новые решения. И мы посмотрели, проанализировали текущую ситуацию, поняли, что в некоторых областях текущее решение, скорее всего, нас не будет удовлетворять через 2-3 года. Нам нужно разрабатывать свои. Вот здесь как раз и возникает задача для R&D, для исследования и разработок. Дело в том, что одно дело использовать существующие готовые решения, и совсем другое дело разработать свое. Особенно, если это нужно сделать с нуля. Ну и последнее, что хотелось бы отметить. Мы хотим также усилить нашу работу с университетами. Сейчас мы хотим эту работу сделать более серьезной, системной и сделать так, чтобы у нас были не только какие-то стажировки, курсы для студентов, но еще и совместные исследования, где мы можем привлекать преподавателей, аспирантов и так далее. У нас уже много офисов и центров разработки по всей России. И сейчас мы добрались до Владивостока, где мы также запускаем R&D-центр. Мы уже набрали несколько стажеров из местного университета. И у нас раньше были сотрудники, которые работали из Владивостока, но работали удаленно. Теперь у нас уже возникла некоторая команда. Мы решили открыть офис разработки, если так это можно назвать. Пока что он в формате коворкинга. Нам кажется, важно, чтобы стажеры и локальная команда могли собираться все вместе и работать над проектом. Чтобы они не только удаленно работали по видеосвязи, но и могли ходить вместе на обеды, проводить какие-то семинары, дискуссии. Пока что наш офис еще небольшой, имеет формат коворкинга, но мы надеемся, что в будущем команда будет расти. Мы будем развиваться и сможем открыть уже полноценный офис. Ты сказал, что текущие решения могут устареть через полтора-два года. Насколько выгодно создавать центр, если это требует подготовки и среды, и специалистов? Невыгоднее ли будет воспользоваться решениями, которые создадут ваши коллеги из других банков? Дело в том, что у наших коллег из других банков те же самые проблемы. Они тоже растут, и им тоже нужно заменять какие-то продукты, либо разрабатывать свои. Но в первую очередь мы хотим быть лидерами. Тинькофф — это не только банк и сервисы, это еще и IT-компания. И на самом деле за каждым продуктом стоит какое-то сложное инженерное решение. Там могут быть какие-то базы данных, алгоритмы. И сейчас попросту нет на рынке тех технологий, которые нам нужны. Например, баз данных. Вся индустрия сейчас имеет некоторые трудности в этой области. Поэтому кто-то должен разработать решение первым. Мы бы хотели, чтобы это была наша компания. А какие направления исследований сейчас наиболее актуальны в R&D-центре? Для старта, для первого года, мы решили выбрать три больших трека исследований. Это системы хранения и обработки данных, базы данных. Это трек по использованию алгоритмов искусственного интеллекта, AI, в IT-решениях. И разработка инструментов информационной безопасности. Ну, я, пожалуй, приведу какие-то примеры, чтобы слушатели могли лучше понять, о чем идет речь. По базам данных у нас есть такой интересный сюжет с графовой аналитикой. Как вы знаете, мы постоянно анализируем какие-то данные для того, чтобы строить какие-то предиктивные модели, выдавать кредиты или рекомендации какие-то нашим клиентам. Или анализировать риски, анализировать какие-то злонамеренные действия. И вот один из сюжет связан с анализом транзакций, финансовых транзакций. Ну, смотрите, есть какие-то люди, какие-то организации, они переводят друг к другу финансовые средства. С математической точки зрения это граф, где вершины, это какие-то члены рынка, ребра связывают участников этого рынка. Так вот, если мы хотим понять какую-то, найти какую-то мошенническую схему, по сути, это сводится к тому, чтобы найти какие-то фигуры в графе, например, циклы или там треугольники, или какие-то так называемые клики, то есть связанные плотные под графы. То есть мы бизнес-задачу свели, на самом деле, к математической задаче, к экономической задачке. Если теперь мы попробуем проанализировать сложность этой задачи, то мы поймем, что она нелинейная. Это, на самом деле, экспоненциальная сложность задачи, если мы хотим искать циклы или какие-то плотные фигуры в графе. Соответственно, когда размер графа растет, а именно это мы сейчас имеем, у нас количество клиентов растет, количество транзакций растет, то сложность алгоритма получается нелинейная. Значит, объем ресурсов, который нужен для того, чтобы это посчитать, растет тоже нелинейно. Что еще хуже, наш граф связи сейчас настолько большой, что он уже не помещается в память одной машины, поэтому нам нужно как-то резать на части, распределять на несколько машин. И здесь возникает проблема. У нас нет алгоритмов и нет готовых решений, как посчитать то, что мы хотим, как найти какие-то нужные свойства в графе. Это как раз и есть предмет для исследований, для разработки. Сейчас мы думаем о том, чтобы внедрять какую-то графовую базу данных, и поверх нее какую-то библиотеку по анализу больших графов для распределенного вычисления. Но здесь мы видим, что готовых решений нет, либо они нас не устраивают, здесь нужно разрабатывать новые алгоритмы. А даже в теории таких алгоритмов не существует. В университете не преподают распределенные алгоритмы на графов, и в статьях тоже этого нет, здесь нужно что-то придумывать самим. Нам кажется, что это творческая, такая наукоемкая задачка, которая хорошо подходит для R&D. Расскажу другой сюжет по треку применения AI. У нас есть интересная задача про ускорение системы тестирования. Смотрите, у нас довольно большие инженерные продукты, много строчек кода, и каждый раз, когда мы релизим новую версию, или когда программист вносит изменения в код, мы должны запустить большое количество тестов, чтобы проверить, что там нет каких-то ошибок или уязвимостей. Вот сейчас на нашей кодовой базе получается, что тесты отрабатывают за несколько дней. Таким образом, мы можем запускать полный набор тестов очень редко. Мы не можем это делать каждый день или каждый час. Это не очень удобно, потому что получается, что программисты получают обратную связь о своих ошибках через какое-то время. Нам бы хотелось как-то ускорить цикл разработки и сделать так, чтобы разработчики быстрее получали обратную связь. У нас есть идея о том, чтобы как-то предиктивно выбирать подмножество тестов, которые мы хотим запустить, так, чтобы они могли отработать, например, за час. Чтобы уже в течение дня программисты получали обратную связь с какой-то вероятностью, хотя бы показывающую их код корректный или нет. Конечно, мы не можем полностью заменить весь набор тестов, и иногда перед релизами мы должны запускать полный набор тестов. Это нельзя избежать, иначе мы будем пропускать какие-то баги. Но в течение дня мы можем ускорить процесс, и нам кажется, что это будет хорошо. Мы тут поизучали статьи Google и Facebook, посмотрели, что у них есть на этот счет, и поняли, что какие-то похожие подходы предлагаются. Но, однако, сейчас в нашей компании никто не пытался так делать. Поэтому для нас это R&D-проект, то есть исследовательский, экспериментальный. У нас в компании нет опыта использования таких систем. Мы хотим попробовать придумать какой-то алгоритм, посмотреть, какой будет результат, и если получим эффект, то внедрить это в продукт. А в R&D-центре вы работаете чисто своими силами или привлекаете студентов или специалистов из Академии наук? Все так оно и есть. У нас действительно гибридная лаборатория. С одной стороны, у нас есть внутренняя команда, точнее даже группа команд. Для каждого направления своя команда, у нас есть свой тимлид и технический лидер. С другой стороны, мы взаимодействуем с университетами. Именно по части исследований мы взаимодействуем и с классическими университетами, и с академическими институтами, и также допускаем партнерство с какими-то небольшими компаниями, IT-стартапами, например, такими, которые вышли из университетов. Как правило, это небольшие компании, которые основаны каким-то преподавателями или талантливыми выпускниками. У нас есть несколько форм сотрудничества с университетами. Это могут быть студенческие лаборатории, базовые кафедры, когда мы даем задачи студентам, темы для дипломных работ. Они работают по этим направлениям, а мы потом лучшие результаты внедряем к себе. Другой формат – это NIR или NEOCR. Проекты, научно-исследовательская работа и опытно-конструкторские работы. Это то же самое, что R&D, только по-русски. В этом формате мы, как заказчик, готовим техническое задание на срок один год или около того, где мы описываем цели, задачи. Например, разработать какой-нибудь алгоритм, который улучшит что-нибудь на 30%. Как правило, мы ставим такие цели. Или придумать новый метод машинного обучения, который лучше, чем все существующие методы из статей. Хотя бы на сколько там. И опубликовать это в каком-то журнале. В этом формате мы стараемся четко поставить задачу, определить сроки и выбрать самого подходящего партнера. То есть здесь мы ищем профессора или какой-то академический коллектив с опытом именно в этой задачке. Вначале рассылаем нашу задачу в несколько вузов. Проводим такой тендер, можно так это сказать. Выбираем самое лучшее решение, отталкиваясь от технических предложений, команды, бюджета, сроков, конечно же, тоже. И третий формат, который мы сейчас хотим запустить, это долгосрочная лаборатория. Такая научно-исследовательская лаборатория. Здесь уже речь идет скорее про преподавателей, про сотрудников вузов и аспирантов. То есть такая более серьезная история. В данном случае мы определяем большое направление, например, база данных или AI. Договариваемся с каким-то университетом, что мы в течение, например, трех лет или больше будем финансировать какое-то количество ставок. А конкретные задачи определять уже по ходу дела. То есть мы, конечно, хотим выйти на такой формат взаимодействия с вузами, но это требует времени. Сколько раньше на нашей компании не было опыта. Поэтому, наверное, мы начнем с однократных проектов и, может быть, студенческих проектов. А на следующий год уже перейдем к более долгосрочным отношениям. Какие специалисты наиболее актуальны в банке? Ну, я буду говорить про IT-департамент. Нам интересны, на самом деле, разные специалисты. Нам интересны программисты на языках Java, Kotlin, Go, Python. Это наиболее популярные сейчас у нас языки программирования. Нам интересны ML-инженеры или специалисты по машинному обучению, аналитики данных, системные аналитики. Ну, и для более старших и опытных кандидатов, конечно, там, project manager, позиции, team lead и так далее всегда востребованы в компании. Сейчас в Тинькофф принят формат распределенных команд. То есть можно работать и из любой точки России. У нас много центров разработки в разных городах. То есть это не только в Центральной России, но и на Урале, и в Сибири, и на Дальнем Востоке мы тоже открываем команду. Если говорить конкретно про R&D, все то же самое. Но здесь мы больше обращаем внимание на опыт работы именно в исследовательских каких-то проектах. Наличие профильного образования. Может быть, аспирантура или какой-то эквивалентный опыт, например, написания статей. Это могут быть научные статьи или статьи на Хабре или хотя бы какой-то пост в личном блоге. Как правило, мы все это учитываем. Также бывают кандидаты, у которых есть патенты или open-source проекты. Все это нам очень важно, потому что, как правило, это подчеркивает некоторый такой вот интерес в общении, в связи с сообществом. А это очень важно для нашей работы. А какие проекты для студентов у вас есть? Смотрите, действительно, компания Тинькофф, как крупная IT-компания, много вкладывается в образование. В целом, кажется, что сейчас в России все крупные IT-компании вкладываются в образование и, наверное, являются одним из драйверов. У нас в компании есть отдельное подразделение, так оно и называется, Тинькофф Образование, которое занимается образовательными проектами со студентами, а также со школьниками и также финансирует лучших преподавателей, как университетских, так и школьных. Мы читаем разные курсы для первого, второго курса, для младших курсников и для старших курсов, третий, четвертый, пятый, шестой. Как правило, на этих курсах преподают инженеры, которые у нас работают в компании, то есть они могут давать именно те знания, которые действительно востребованы. Это курсы по разработке, по аналитике, по инженерным практикам и многие другие. У нас есть совместные студенческие лаборатории, аналог базовых кафедр, когда мы можем давать какие-то темы для дипломных работ. Вот, стажировки, естественно, мы учим студентов для того, чтобы они потом могли где-то работать. Не обязательно у нас, у нас нет такого требования, чтобы выпускники наших курсов работали именно у нас. Тем не менее, можно прийти к нам на стажировку. Конечно же, есть отбор. Как правило, мы проводим что-то вроде хакатона, либо даем какую-то задачу, где участники проходят отбор. Мы также пытаемся понять их мотивацию, смотрим, что они пишут о себе и по совокупности отбираем лучших на наши стажировки. Где-то 80% стажеров в итоге продолжают работать в компании и быстро у нас растут. Но мы много вкладываемся в образование и кажется, что мы будем продолжать это делать и дальше. Я думаю, что для IT-аутрасли это очень важно. А у вас есть стипендии для студентов? Конечно, стипендии мы тоже раздаем не всем. Есть какие-то правила отбора. В данном случае мы смотрим на успеваемость студентов. И на конкурсной основе выбираем самых лучших, самых талантливых. Здесь же мы можем учитывать какие-то достижения в соревнованиях, в олимпиадах, в хакатонах. Стипендия наша составляет 25 тысяч рублей. Платится она в течение года и участвовать могут любые студенты, кроме студентов последних курсов. Дай совет для студентов, которые хотят успешную карьеру. Конечно, мне кажется, что совет это все одни и те же. Попробую сформулировать самые главные мысли и идеи, которые я всегда следовал. Первое. Нужно не бояться ставить себе высокие цели и пытаться всегда держать планку как можно выше. Даже если вы не достигнете той цели, которую вы себе поставили, то путь к ней звенит и вас вперед. Дальше я бы рекомендовал найти себе какого-то ментора, у которого можно учиться. Это не обязательно один человек, это может быть и несколько людей. У меня, например, это был, наверное, школьный учитель физики, как-то непарадоксально. Это был взрослый уже мужчина, он много чего знал, рассказывал интересные истории и любил шутить. Почему-то он оказал очень большое влияние на меня. Он очень хорошо знал историю науки, физики прежде всего, но и также математики. И рассказывал о том, как какие-то научные открытия на самом деле возникали. Это было очень интересно, это невозможно забыть. Другим моим таким ментором, который на меня повлиял, был, наверное, мой научный руководитель в университете. Он учил системно мыслить и работать. Когда я пришел в индустрию, работал программистом, мой первый техлит тоже оказал очень серьезное влияние на меня. Я многому учился о том, как вообще программировать, что значит качественный код, что значит хороший дизайн. Учился у всех, не только у своего техлита, но и у всех старших коллег. Поэтому, мне кажется, это очень важно. Конечно, нужно фильтровать информацию и подбирать то, что ложится на вас и соответствует вашему интересу. Найдите себе какую-нибудь страсть, найдите увлечение. И идеальная карьера будет тогда, когда вы сможете совместить ваш личный интерес, какую-то пользу для общества. Сможете найти работу, за которую будете получать достойную оплату. Если сможете это все сбалансировать, то вот это и будет успех. Дерзайте. Есть еще много открытых вопросов в науке и в программировании. Как говорится, Дейкстра еще не все алгоритмы придумал. Руман Джан еще не все формулы доказал. Супер. Спасибо большое, Стас, что нашел время в своем плотном графике и рассказал нам о ваших проектах и РНД-центре в целом. Спасибо и вам. Это был подкаст «Русский диджитал». Добавляй его к себе, чтобы не пропустить новый выпуск, а также поделись им с тем, кому он может быть интересен. В описании ты найдешь ссылки на проекты Т-Банка и сайт с образовательными программами Дальневосточного Федерального Университета в IT-сфере. Выпуск подготовили Олег Денисов, Полина Баток и Алана Ванчикова. Продолжение следует...